Денис Петрович, доброе утро. Доброе утро. Неделю назад в Санкт-Петербурге, даже больше недели назад в Санкт-Петербурге, завершил работу крупнейший цифровой форум. Можно ли подвести его какие-то итоги и отметить, как этот форум повлияет на жизнь Санкт-Петербурга? Да, это было с нашей стороны амбициозное мероприятие, поскольку это был первый форум такого уровня и такого формата. Мы специально акцентировали внимание не только на специализированных секциях, но и также на секциях широкого применения. А пленарное заседание у нас было посвящено вообще кадровому вопросу при развитии цифровой экономики. Мы прекрасно понимаем, что, как правильно заметили, мир вчерашний, мир сегодняшний, мир завтрашний, он будет очень сильно отличаться. И это, как принято сейчас называть, вызовы, а для нас это тот самый стимул для того, чтобы предлагать новые решения и все-таки работать на благо нашей страны. По результатам форума хочу отметить, да, первый блин, но должен отметить, он не кома. У нас очень интересный пленар был. По результатам пленара у меня даже созрела идея, поскольку мы обсуждали на пленаре очень активно Илона Маска. Вообще попробовать, если доживем до следующего года в таком составе, соответственно, вообще позвать Илона Маска на наш форум. И соответствующим образом даже поднять некоторый уровень до международного. Я не думаю, что от таких целей отказываться нам рано или стоит смотреть в эту сторону. Потому что форум цифровой, он действительно направлен на определенные конкретные цели. Цели для построения того комфортной среды для наших сограждан. И я тут, наверное, повторюсь своей фразой по этому поводу, что я живу в таком же мире с теми же людьми, с кем общаюсь. И мне надо правильно отвечать своим же соседям. А что же ты сделал? Зачем ты занимаешь это место и получаешь государственные деньги? Вот для этого мы и обостряем темы, посвященные развитию цифровой экономики, посвященные развитию кадрового потенциала. Достаточно много было интересных секций в разных отраслях. И в торговле, и в промышленности, и в кадровом обеспечении. Второй день вообще был посвящен у нас безопасному городу. И нам поддержку поддержало правительство Российской Федерации. Хочу сказать, что губернаторам принято было решение, что Петербургский цифровой форум, он предваряет Петербургский экономический форум и задает некий темп проведения именно Петербургского международного экономического форума. В этом году у них тематика была схожая. Цифровой форум переходил в цифровую экономику. Денис Петрович, очень по-простому, если объяснить, цифровая экономика – это что? А я вот тоже различные технологии применяю в этом плане. Я считаю, что IT и цифра – это сейчас инструмент. Это реальный инструмент, который используется, и мы даже в некоторых вещах не замечаем этого. И это удобный инструмент, это представление сервисов. А цифровая экономика – это автоматизация всех процессов, всех отраслей экономики для повышения именно экономической стабильности. Соответственно, простыми примерами автоматизации бизнес-процессов мы надстраиваем те и промышленные процессы, и процессы промышленного производства до уровня, уменьшающего себестоимость и в том числе повышающего экономическая устойчивость нашей страны. То есть, по большому счету, как президент сказал, Европа беременной экономикой цифровой, а мы уже в ней живем. Поэтому это уже менталитет некий. И не надо бояться этой терминологии. Некоторые говорят, вот роботизируем все, перейдем в некие другие взаимоотношения. Взаимоотношения нет. Все равно мы базируемся на человеке и на личности. Могу просто подтвердить на одной секции на Петербургском цифровом форуме, экономическом форуме, Акимов, вице-премьер, именно так сказал. Мы базируемся на личности и на гражданине. Идем от этого. И делаем все для граждан. Самый распространенный обывательский страх о том, что роботы заменят низкоквалифицированных работников, и им нечего будет есть. И считается, опять же, в обывательском, о том, что рассматриваем модели безусловного дохода, это вот такой способ спасения людей. Вот ваше мнение, создание новых отраслей хозяйственной деятельности в цифровой экономике, оно как будет ощущаться людьми? На самом деле, проблема или не проблема, вопрос, он возникший достаточно давно. И для этого те же вузы подстраиваются под изменение своих образовательных программ и выделение новых специальностей. Могу простой пример из жизни привести. Я заканчивал вуз в 98-м году. Сейчас у меня сын старший поступает в этом году. Тут даже? Нет. Что удивительно, IT-отрасль, вероятнее всего, на фоне того, что папа, так скажем, редко видит, он решил, что это, наверное, такая достаточно ответственная вещь и совершенно в другую стезию. Но не в этом суть. Суть в том, что специальности, я посмотрел, они совершенно иные. По сравнению с тем же 98-м годом. Я не мог бы ему даже прокомментировать. Поэтому эта вот трансформация, которую мы незримо видим, она все равно есть. И она идет вот такими темпами. О кадрах в новой экономике. Новый уклад рожает спрос на новые компетенции. Какую роль город играет в формировании этих кадров? Как я всегда придерживался стратегии, главное не мешать и способствовать. Способствуют мы тем, что, во-первых, на уровне нашего комитета мы привлекаем как молодые кадры в плане проведения конкурсов, хакатонов, выявляя новации, выявляя талантливых молодых людей. И все это дальше трансформируется в вузы, которые привлекаются для экспертной оценки. И следующий этап – это выпуск тех специалистов, которые необходимы рынку. На самом деле для этих целей нами проработана концепция так называемого профнавигатора. Это, по сути, платформа, на которой будет базироваться продвижение человека от начальной школы до трудоустройства. Это некая базисная вещь, по которой можно будет полностью выбрать свою профессию, при этом получив дополнительное образование, в период обучения в разных стадиях понимать, грубо говоря, твое это или не твое. Это очень хороший ресурс для родителей, для учебных заведений и для работодателей. Вот это та инновация, которую в рамках трансформации кадрового потенциала мы намерены реализовать в ближайшее время. На проектном офисе в июне месяце мы будем защищать этот проект. Вы упомянули хакатоны, которые проводят комитет по информатизации и связи. Они уже стали международными и уже стали одним из городских брендов. В этом году чемпионат мира по футболу какие-то коррективы внес? Хакатон смещается? Да, хакатон мы сместили, потому что в прошлом году он проводился у нас, это период паузы между Кубком конфедерации. Кубок, он, конечно, менее значимый в плане обеспечения мероприятий, имеется в виду по продолжительности, но это сказалось. Поэтому мы решили, дабы не смущать наших участников, в различные вариации могут быть, вплоть до возможности купить билеты, поскольку билеты дорожают, мы это перенесли на осень. Соответственно, да, наверное, это не очень удачный момент с точки зрения образовательного процесса. Летом менее заняты, но, тем не менее, это будет планироваться под выходные, ну, соответственно, так, чтобы было комфортно участникам принимать участие в нашем хакатоне. Денис Петрович, есть какие-то уже конкретные примеры роли Смольного в развитии цифровой экономики города? Базисная вещь, она никогда не прекращалась, и базисная вещь, она создавалась с 2001 года. Я, честно говоря, в Смольном вот как раз с этого периода, там, от ведущего специалиста, соответственно, это было все на моих глазах. И основные инфраструктурные вещи, они создавались, и сейчас они просто трансформируются в тот инструмент, который необходим для дальнейшего шага или, скажу, скачка вперед. Соответственно, сейчас создан достаточно комфортный и правильный сервис по предоставлению государственных услуг. Здесь я могу поспорить с кем угодно, но здесь будут больше разговоры по удобству пользования, а не по самому сервису. То есть сервис работает, мы, как любой на рынке, кто предоставляет услуги, должны предоставлять их качественно. Это государственные услуги. Второй ресурс, который сейчас функционирует, это безопасный город. По результатам социсследований могу вам задать вопрос, как вы думаете, безопасность на каком месте у петербуржцев стоит? Я думаю, что в тройке точно. На шестом. На шестом? То есть у нас достаточно безопасный город. Вот если брать по стране безопасный, если в мире, то, наверное, иностранцы там будут колебаться под разным влиянием комментариев. Но вот это факт. На шестом месте. То есть я уточню, если он стоит на шестом месте, это значит, что горожане считают наш город безопасным. Совершенно верно. Это очень хороший показатель. На первом месте, как всегда, социальные блага. Это нормальное здоровое общество, которое хочет жить хорошо. И это радует. Я детям привожу пример 90-х, когда мы пытались первое прожить, второе безопасно прожить. Здесь у нас очень хорошие позиции. Соответственно, здравоохранение, жилищно-коммунальные услуги и образование. Вот тройка, которые в первую очередь интересуют петербуржцев. Это нормальное качество жизни. Да, да, совершенно верно. Поэтому мы сейчас реализовываем проект электронного здравоохранения. Губернаторам поставлено достаточно высокие требования по реализации. Эта задача выполнимая. Соответственно, это первостепенная наша задача по электронному здравоохранению. Вторая задача – это по транспортному обслуживанию. Мы модернизируем систему городского пассажирского транспорта, интегрируя системы метрополитена и системы наземного транспорта. Здесь тоже мы предлагаем удобные сервисы для оплаты, безопасности и тех мероприятий, которые должны оказывать перевозчики. То есть это достаточно прозрачная система и для горожан, и для государства. Отмечу еще, что эта система интегрирует транспорт города и области, двух субъектов федерации. То есть это достаточно сложная работа. Согласен, да. Здесь мы делаем упор на автоматизацию и модернизацию городского сегмента, а пригородный сегмент интегрируется уже, скажем так, традиционным образом. То есть мы пока не замахиваемся на такую сквозную автоматизацию именно вплоть до пригородного. Да, это будет удобный сервис, но на пограничных территориях там есть с чем поработать. Это уже там совместные проекты. Дмитрий Петрович, отмечу еще такой момент о том, что вы не только создаете новые электронные сервисы, но вы их и грамотно популяризуете. Потому что те конкурсы, которые вы устраиваете, как IT-школа, они же направлены на то, чтобы родители через детей узнавали о тех электронных сервисах, которые существуют. Совершенно верно. Первый конкурс IT-школы – это как раз было продвижение сервисов государственных услуг. Теперь, на самом деле, проникновение сервисов государственных услуг у нас достаточно высокое. По нашей статистике это 70%. Население пользуется услугами в электронном виде. По мнению Росстата этот показатель ниже. Но, на самом деле, мы сейчас с ними поработаем в плане того, чтобы они правильно преподносили те вопросы и те опросы, которые они проводят. Мы там выявили некий диссонанс. Поэтому я надеюсь, что наша статистика, она онлайн. Она все-таки совпадет с статистикой Росстата. Цели и задачи есть какие-то по проникновению? Есть указы президента, предыдущие майские. И показатели по всем критериям у нас достигнуты. Соответственно, мы теперь очень, скажем так, ответственно начинаем приступать к реализации следующих майских указов. Они амбициознее, они сложнее, но они выполнимее. И самое главное, что по реализации этих майских указов, ну вот точно будет гордость за то, что мы все вместе делали именно это дело. То есть там главный критерий – это в пятерку лучших экономик мира попасть. Ну, по-моему, это, скажем так, революционно-исторический рывок. Для страны, которую в 90-е годы списали со счетов, это тот самый скачок, о котором мы и говорили. Нельзя обойти вопрос цифровой безопасности не в том ключе, который упоминался, а с той стороны, что распространение электронных сервисов – безопасно ли это для личных данных горожан? Скажу так, за нас позаботилось наше правительство, вот сразу скажу, да. То есть у нас очень сильная нормативная база. Она даже в некоторых случаях намного жестче, чем в продвинутых странах, которые занимаются внедрением IT. А самое главное – контроль очень жесткий за выполнением законодательства, именно регулирующих органов. Поэтому я считаю, что даже те вопросы, связанные с нашумевшими делами по закону Яровой, по мессенджерам – это объективная реальность. И да, я понимаю, здесь где-то должна быть золотая середина. Она, понятное дело, в некоторых случаях достигается опытным путем, где-то она достигается нормальным образом. Но все равно хочу акцентировать, что государство занимается этим вопросом и занимается правильно. Если мы исполняем это законодательство, то гражданам даже не то, что беспокоиться, задумываться об этом не стоит. И второй аспект, самый главный, мне кажется, это то, что средства защиты информации у нас на 90% отечественные. То есть здесь мы, по сути, так, грубо говоря, законодательно и аппаратно закрыли периметр от вопросов, связанных с информационной безопасностью, от атак, от утечек. Мне кажется, это такая важная вещь тоже. Важнейшая, я думаю. Низ Петрович, вопрос от юного корреспондента. Низ Петрович, какие цифровые технологии есть в городе уже сегодня и как вы представляете Петербург будущего? Я вижу Петербург именно комфортным, именно городом счастливых людей, именно городом, который предоставляет максимум сервисов, удобных сервисов и ненавязчивых сервисов. Понятное дело, что эти сервисы не обязательно должны быть на 100% электронными, потому что у нас есть доля граждан, которые, в принципе, им комфортно. Это традиционное представление, получение традиционных услуг традиционным образом. Поэтому вот нельзя сказать, что это у нас будет некий японский вариант хай-тека. У нас свой менталитет. Но по основным отраслям мы максимально стараемся приблизить население к удобным вещам, связанным с проживанием. Если гражданину удобно предоставлять данные по ЖКХ в автоматизированном режиме, мы эту возможность сделаем. Удобно иметь интернет вещей. Мы инфраструктуру создаем. Если есть некие неудобства или, скажем так, отторжения, я считаю, что здесь ломать ситуацию надо очень аккуратно, доводя людей до того, чтобы они сами приняли это решение. Поэтому город будущего – это технологичный город. Но город, который комфортно дает возможность гражданину пользоваться этими услугами. То есть технологичный, но ненавязчивый. Совершенно верно. Спасибо огромное. В студии «Город плюс» был председатель комитета по информатизации и связи Денис Петрович Амара. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok